Ну, смотрите, какой рейх, такие и за стенки. Какой рейх, такой и гестапо. Из мокрых, страшных, промозглых, бетонных казематов, страшного путинского рейха, среди целых примерно 100 политических заключенных на 140 миллионов самцов и самок и их деток на волю прорываются не только, значит, посты в Facebook, в Instagram Навального, но даже целые статьи в журнал Time пишет, Илья Яшин, заслуженный человек, продолжительностью 4 года, в период после уже оккупации Крыма, Илья Яшин, который сейчас типа в тюрьме, присел в тюремку, войну с Украиной заметил, ты надо же, как случилось после 24-го числа. До этого мне говорил, что Украина не наша тема, Крым не наш вопрос, у нас своя повестка, там выборы сраного Пердяева выиграть, вот он выиграл. И 4 года, по-моему, был представителем призывной комиссии Красносельского военкомата города Москвы. А в этом военкомате, чтобы вы понимали, вербовали всегда, вот в ДНР, ЛНР, вот туда, вот в эти гибридные и негибридные войска, то есть он нормально в рейхе поработал на укрепление рейха, очень хвастался почетной грамотой от московских властей, и очень хвастался, что, он говорил, что благодаря таким вот моей работе, моей правозащитной деятельности, я тут как правозащитник, то есть представляете себе, председатель призывной комиссии военкомата, у нас правозащитой, оказывается, занимается. Вот, благодаря его правозащите в российскую армию пошли только те, кто действительно этого хотел, а кто не хотел, не пошли. Так и сейчас убивают украинцев только те, кто хотят. Никто, кто не хочет, берет билет в Казахстан, Кыргызстан и так далее по периметру. Да, вообще рейх открытый. Илюшенька, ты нам гнал сюда убийц, понимаешь, добровольных убийц. А когда они пошли потоком, ты забыл после 24 февраля, что война началась, да что ты, серьезно, война началась. А напомни тебе, Илюшенька, и тебе, Навальнюшенька, как вы после смерти Немцова быстро убрали украинские флаги со всех митингов. Я же помню митинг три Немцовья и после Немцова, что было. Три Немцовья, это было за нашу и вашу свободу, два прапора, украинские, крымско-татарские прапоры были, да, знамена украинские, да. Потом вы все это убрали, потому что вы решили встроиться в рейх, встроиться в повестку рейха, стать своими, рейх с оппозиционерами, улучшать качество оформления клумб в Красносельском районе и заниматься призывом оккупантов, террористов, убийц, наемников, значит, через военкомат отправлять в Украину, да. А потом вы внезапно все прозрели. А что случилось? А почему же Навальный теперь пишет, что Крым это уже бутерброд? Это надо уже возвращать Крым, оказывается, да? А где извинения? Перед сотнями крымских татар, замученных, украденных, бесследно пропавших, изгнанных, десятки тысяч, сотни сидят в российских тюрьмах на срок от 17 до 20 лет за так называемый терроризм. И у крымских татар, политзаключенных, которых они нахватали в Украине, да, в Крыму конкретно, возьмем даже только Крым, их больше, чем все политзаключенные России по количеству, потому что нет их ни хрена. Потому что, да если считать вас политзеками, ну окей, политзеки, только вы зеки политически в каком плане? Сегодня нам нравится оккупация Крыма, потом за жопу взяли, теперь уже не нравится, уже это, уже надо возвращать, граница у него с первого года, все, да, совесть прям проснулась, просто забила ключом просто. Да? Что случилось, а? Просто поняли шалавы политические, что больше с Крым нашим уже носиться нельзя по Европе и по миру. Все? Поняли, что вы это уже никому не продадите? Ни Байдену, ни Британии, ни даже Франции сумасшедшей, всегда лояльные к России. Я прошу прощения, сумасшедшие в том плане, что они слишком лояльно всегда давали для русских, для России, к России. Франция нам помогает, серьезно помогает, благодарю Францию. Но даже они, даже эти вот культур для Руси, вот это все, да? И что же теперь? Теперь уже все, с Крым нашим, это как с ведром говна, никуда уже не пустят, ни в какие Европарламенты, никуда уже не зайдешь, ни Илюшенька, ни Навальнюшенька, все. С этим чемоданом говна выносились, благодаря тому, что вы проглотили и дали понять своим, так называемым, оппозиционерам, что оккупация Крыма нормально, а Донбасс просто надо закрыть глаза, заниматься там выборами в Пердяево-Зюзино. Благодаря этому Путин имел это время на построение рейха, на построение армии. Это при вас там, при вашем молчаливом участии, несогласии, участии, таких как Яшин, да, строился рейх. И при действенном одобрении Навальным, оккупации Крыма, да, под канонаду этого крымнашизма строился рейх, тот, который в итоге напал на Украину, совершает геноцид украинского народа. Неудобно стало, да, неудобно сидеть, да. Я все понимаю, чуваки, значит, всех я вас знаю как облупленных, засранцы, двуличные, всегда мне говорили и лично говорили, что это не на часе, ну, в смысле, это по-украински уже говорю, не на повестке дня, нас так народ не поймет, нам нужно работать с избирателями. Ну, доработались, вот ваши избиратели, пожалуйста, на территории Украины в посадках сидят и лежат, собаки их доедают, ваших избирателей. Понравились вы им, крымнашизма своим? Зашибись, Илюш, а ты как там, нормально в тюре, а где-то? Конечно, нормально, все лучше, чем в окопе. Вот так, вот так это работает, причинно-следственная связь. А теперь, значит, у нас Илюшенька пишет статьи из страшных казематов путинского гестапо, политический узник в каменном мешке замка Ив, передает статью в журнал Time американский, и он ее публикует, читать даже не стал, это говно, понятно, там не о чем интересоваться. Смысл простой. Не обвиняйте русских в том, что Путин, что Россия напала. Это же Путин воюет, это же только Путин, один Путин, мы же только одного Путина видим, с одним Путиным только воюем. Русские не виноваты, все русские не виноваты, русский народ не виноват, он хороший, прекрасный народ. А для чего они все это говорят? И будут дальше говорить все эти Ходорковские и так далее. А для того только, чтобы не произнести два ключевых слова. Ядерное оружие сдали и все. Сдали ядерное оружие? Вот раньше был проверочный вопрос, чей Крым? Понятно, да? Ответ, понятно, с кем ты имеешь дело. Сейчас простой вопрос. Ядерное оружие, что? Что мы делаем с ядерным оружием российским? Ну-ка, русские оппозиционеры. Правильно, сдаем Североатлантическому альянсу. А уж он решит, что с этим оружием делать. Украине дать частично, там себе где-то оставить, что-то еще. Но у вас не должно быть ни одной ракеты, ни одного носителя. Ничего не должно быть. И все эти сказки, что опять, как Путин в начале 2000-х подмигивал Западу, в НАТО хотел вступать. Говорил, мы будем противовесом Китаю на стороне Запада. Такой типа, стрейте силы, но противовесом Китаю. Видя, вот это противовес сейчас детей насилует четырехлетних. Да противовесились. И угрожая всему миру ядерным оружием, потому что больше нет ничего. Поэтому ядерное оружие сдать, а после этого воззвать никак. И уже никому в мире не интересно. Ни Яшин, ни Навальный, ни Путин, ни Шойгу. Только трибунал, трибуналу интересно будет. Да, всем интересно, это я неправильно высказался. Но как сущность Россия перестает существовать, потому что у нее больше ничего нет, кроме понтов и страха, который она производит. Так вот, они никто из них. Вот первый, на кого я просто посмотрю и пожму руку из русских, будет тот, кто скажет, публично имею ввиду, ядерное оружие мы должны сдать. Мы страна, которая не справилась с обладанием ядерным оружием. Мы не умеем им распоряжаться. Мы народ мудаков, которые затрахали всех вокруг, которые насилуют, убивают украинцев. Вот, большинство наших людей неадекваты, которые выбирают именно сильную руку, всегда, в итоге, два раза было проблески демократии, всегда выбирали в итоге сильную руку, море крови, своей и чужой. Да, нам нельзя обладать ядерным оружием. Как психу, психиатрическому больному не дают разрешение на оружие. Все. Точка. Вот это правда, которую они должны сами сказать. А если они этого не скажут, это скажут украинцы, это скажут кто угодно уже потом скажет. Все движется в этом направлении. И вот эти два слова, только два слова спрашивают у них. Ядерное оружие, больше ничего. Как только начинает крутиться, какой противовес Китаю? Нахрен вы нужны своим ядерными бомбами, своим ядерным бомбами, как противовес Китаю? Ну скажите, давайте поржем вместе. Китай где находится-то? А где носители американских ядерных оружий, которые нейтрализуют китайский противовес? Там. Так, правильно, по буквам. В Тихом океане это находится все. И Америка прекрасно справляется с противовесом Китаю, собственными силами. И никакая помощь этих диких зверей, этих русских медведей, которые грызут все вокруг, абсолютно не требуется. Поэтому ядерное оружие сдать странам НАТО. НАТО уже решит, когда примет Украину, что с ним делать. Украина миролюбивая страна, никогда ни на кого не посягавшая. Она, так и такие страны, как она, имеет право на владение ядерным оружием. И имеет возможность, и может быть будут его иметь. Но такие, как вы, вы никакие экзамены не прошли. При вашем участии уже третью мировую войну вы пытаетесь разжечь. Третью. Теперь уже с ядерным оружием, да? Все. Тест-драйв не пройден. Идите нахрен. Мы вас не знаем. И вот тогда начинается самое интересное. Вот сейчас они все, все до одного, все эти полупокеры, назовем их так, будут ездить по всему миру и дурить мозги всяким иностранцам словами, что мы хорошие, рейх хороший, мы исправимся. Мы обязательно исправимся. Вот видите, клыки окровавленные. Сейчас тут все подточим, да? Все, все. Кровь помоем, ручки помоем от крови. И пойдем, значит, завтракать манной кашей. Нет, ребята. Никто, верить им нельзя. Ни в коем случае. Ни одному слову. Только гарантии и безопасность стороны НАТО и вступление Украины в НАТО и ядерный зонтик для Украины. В любом, если скажут, что нужно наши союзники, чтобы у нас был ядерный, ядерный оружие пусть будет. Если у них пусть будет это НАТОвское, общенатовское ядерное оружие. Не важно. Которое будет зонтиком для цивилизованного мира от всех мудаков типа Китая и так далее. Но русским никакой пользы от их владения ядерным оружием нет, кроме вреда. Ни одного довода никто мне не проведет за оставление русским ядерного оружия. Потому что никаким сдержанием Китая они не занимаются. С Китаем они прекрасно спирпортируют. Это два сабагапара, два мудака гусь да гагара. Поэтому остается один Китай и с ним как-нибудь США справятся без вас. Без вашей либеральной, демократической, русской помощи обойдутся Соединенные Штаты Америки. Прекрасно. Без вашей гребанной, тупой, блядской, двуличной публицистики в журналах Тайм и прочих выступлениях в Европарламенте. Мальчик водочку принес, выпил, закусил, сел и сиди. Когда-нибудь тебя освободят украинские солдаты. Многие из которых пройдут кровь и погибнут за то, чтобы крымнашист Навальный, который толеровал базовые преступления Рейха и глава призывной комиссии, нанимальщик наемников Красносельского района в Москве Яшин, будут на свободе благодаря этим парням нашим. Да? Они, конечно, этого не заслуживают совершенно. Ни жертв таких, ничего. Но просто это историческая логика. Так будет. Они сейчас безопасно сидят, все зашибись у них. Все у них будет зашибись. А если они не будут зашибись, мне пофигу. Мне гораздо более не пофигу то, что происходит с нашими на фронте. То, как наши воюют, сколько людей гибнет, получают ранения. Я сейчас, вот сейчас больше тысячи зрителей. Я прошу, вот сейчас сделаю. Я договорю, это русское лицемерие мы должны разбить. Это наша задача, разбить это русское лицемерие. Мы не должны дать им в который раз обмануть человечество. Мы не должны им дать никакого шанса, ни малейшего шанса на то, чтобы отпетлять. На то, чтобы запудрить мозги. И я этим буду заниматься. Переводите то, что я говорю, если можете на языке своих стран распространять. Я все разрешаю. Резать, расчленять, распространять, переводить и так далее. Надо доносить этот смысл. Не верьте россиянам никаким, ни плохим, ни хорошим. Они этого не заслужили. Они никто не держит слов. Они пустые. Они ничтожные. Они злые. Они подлые. Они двуличные. Они всегда обманут. Спасибо. Спасибо. Спасибо.